Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone X против Huawei Nova 8. Вот, сравнив смартфончики по быстродействию. Давайте начнем с их включения. Запускаем устройство. Ждем, кто быстрее загрузит систему. Ожидаем загрузки. О, айфон, наверное, должен чуть быстрее включиться. Такое ощущение. Да, айфон включается чуть быстрее. И Huawei догоняет. Так, по дисплеям. Что у нас по дисплею? У нас OLED-матрица тут. И OLED-матрица на Huawei. То есть, дисплей не отличается, у Huawei даже преимущество. В том смысле, что у него 120 Гц обновление, частота обновления дисплея. Вот, так же дисплей больше. Но вот, действительно, по качеству, ну, особой разницы не вижу. То есть, и там, и там очень классное, качественное, по цветопередаче дисплей. Так, хорошо. Давайте откроем синтетические тесты. Geekbench. Android 11 iOS 15.5. Apple 11 Bionic против Snapdragon SM7325. Или Snapdragon 778J. Так, смотрим результаты тестов. Одноядерный, мультиядерный тест. Вот. Мультиядерный выигрывает Huawei, одноядерный чуть выигрывает iPhone. Давайте так же посмотрим комплексный тест Antutu. Тут 322 тысячи. Тут почти 500 тысяч. То есть, Huawei Nova 9 полностью превосходит по этому тесту iPhone. Так, давайте посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Samsung сайт открываем. Так, есть. Ну, давайте перейдем по вот этой вот ссылке одновременно. iPhone загрузил ее быстрее. Возвращаем назад. Перейдем по этой ссылке. iPhone чуть быстрее. По этой. Тут примерно одновременно возвращаем назад. Нравится, что возвращают назад смартфоны быстро. Тут даже Huawei чуть быстрее был в этот раз. Так, это не ссылка. А это тоже не ссылка. Вот. Тут даже Huawei чуточку быстрее. Но, в общем, видим, что разницы по скорости особой нет. По скорости загрузки страничек в интернете. Хорошо, давайте откроем PubMobile. Одновременно на устройствах посмотрим, кто загрузит игру быстрее. И где, возможно, она будет работать лучше. Так, тут загрузилось быстрее на iPhone. Huawei догоняет. Так, смотрим по графике. Настройки. Настройки. Графика. Графика. Максимум ультра. Максимум ультра. То есть, не будет отличаться по тому, как работает. То есть, в принципе, по скорости работы особой разницы нет. В интернете. Ну, игры чуть быстрее за счет оптимизации будут работать на iPhone. Но, вот, в целом, системы, приложения, браузер работают плюс-минус одинаково на устройствах. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум ультра. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока. Пока.